Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол от жизни и это продолжение нашей карьеры за Зенит. В начале этого видеоролика хотел бы вам сказать, давайте обязательно подпишемся на мой канал, поставим лайк, потому что мы уже огромная такая семья. Давайте добьем 500 подписчиков, это будет просто нереально, я верю, что у нас это с вами получится. Хотя бы до Нового года, мне кажется, но мы добьем с вами 500 и все будет у нас замечательно. Также на моем канале есть интересная рубрика «Правдивые пенальти». Мы записывали ее в начале где-то апреля, в начале марта, где-то в этих месяцах. И это первый мой ролик на канале, который собрал больше 1000 просмотров. Я записал уже вторую часть, отмонтировал ее и загрузил на канал. Скоро она выйдет в свет с комментатором телеканала Матч ТВ Михаилом Миламедом. Так что обязательно поддержите этот ролик, обязательно я буду в каждом ролике упоминать об этом, чтобы вы посмотрели. Обговариваю с несколькими другими гостями. Так что я верю в вас, друзья. И также давайте я вам немножко понижу планку. Давайте наберем под этим роликом 12 лайков и тогда в следующем выпуске у нас будет целых 3 матча. Потому что под прошлым роликом вы не собрали 15 лайков. Так что планочку для вас немножко я вам понижаю. 12 лайков и тогда мы будем в следующем выпуске играть 3 матча. Сегодня у нас Ахмат, сегодня у нас Юнг Бойс. Интересный на самом деле матч. Ахмат идет на 6 строчке. И я даже не знаю, вот то ли против Ахмата мне как-то бороться, то ли против Юнг Бойса. Все силы на него вываливать. Сейчас посмотрим. Но Юнг Бойс идет на 3 строчке. Я бы сейчас вообще никак не хотел терять очки в Лиге Чемпионов. Поэтому я немножечко ротирую состав в... Так, а сколько там дней, между прочим? Это тоже интересно. 3 дня у нас всего лишь, так что вряд ли мои многие игроки здесь отдохнут. Луньев, ну, я думаю, он будет готов отыграть. Здесь что? Барону, ну, пока что тоже так оставлю. Но вот вместо Аздоева могу выпустить Ерохина. Почему бы и нет? Регони могу вместо Малкома. Ну, 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 ну. Ну и Шамуродова могу вместо Азмуна. Вот. Два таких высоких нападающих у нас будут. Так что вот таким составом мы выйдем против Ахмата. Если что, если прям выигрывать будем по матчу, я заминки сделаю, чтобы лидеры у нас отдохнули перед матчем с Юнг Бойсом. Ну что же, домашняя выездная, выездная из меня есть игра против Ахмата. Очень тяжелый соперник на самом деле на выезде. Так что поехали. Итак, Ахмат-арена. Ахмат принимает сегодня Зенит. Очень тяжелый на самом деле соперник Ахмат. Еще и в родных стенах. В реальной жизни это просто что-то невыносимое. Поэтому я лучше с первых минут пойду в атаку. Надеюсь, мне это что-нибудь принесет. Не буду отсиживаться сейчас в нейтралке, так сказать. Так, опасный момент. Ну-ка. Ну, это первый гол мы пропускаем, ребят. Первый гол в чемпионате России. Заливай нам его Олег Иванов. Это просто жесть. И мы сейчас и проигрываем. И все. Мы проигрываем. Это наше первое вообще поражение в сезоне. Мы проигрываем Ахмату. Ну, Иванов сесть на 7-5. У него оценка. После этого матча у нас первое поражение вот в сезоне. В чемпионате тоже. Вот. И все равно у нас лидерство в 6 очков над Спартаком. Это 2 победы. Вот. А могло бы быть все так же 9. Переговоры у нас здесь ко мне даже. Так, у него хотят в который Джан куда-то купить. Отменяем эти переговоры. Ну и все. Остальные там в арендах где-то. Так, ну здесь только, да, про Лунёва. Поэтому мы переходим к игре с Юнгбойсом. Самым стартовым составом сейчас. Хоть и устали многие, к сожалению. Так, Азмун. Я даже не знаю, кого брать. Либо Шамуродова, либо Чалова. Вот честно. Давайте Чалова я возьму, потому что Шамуродов играл в старте. Чалов хотя бы может быть выйдет у него и... Как бы выносливости побольше будет. Вот. У Аздуева здесь вообще вон... Как это назвать-то? Командный дух. Ну, настрой вот этот вниз пошел. Поэтому я надеюсь, что у нас все получится. Нам надо обыгрывать обязательно Юнгбойс. Потому что в очной встрече против Баварии мы можем у себя что-нибудь да и показать. У нас по голам. Мы можем чисто выйти, если еще раз в ничью 0-0 сыграем. У нас домашняя игра. Поехали. Итак. Газпром-арена. Зенит против Юнгбойс. Это вроде даже наш последний матч в Лиге Чемпионов на групповом этапе. Ну, дальше мы будем вроде как играть с Баварией на выезде. Если у меня ничего не изменяет память. Но мы посмотрим. Мы проиграли первый сегодня матч в сезоне против Ахмата. Аздоев неплохо на Дрюси. Так. Дюба. На Азмуна. Азмун. Азмун 1-0. Отлично. 17-ая минута. И все. Мы выходим вперед. Супер. Минимальная победа Зенита над Юнгбойсом. Сейчас будем надеяться, что Мало тоже забила Бавария. И лучшим стал Азмун. Естественно, гол все-таки забил. Так. Бавария тоже минимально обыграла Марсель. И у нас в три мяча плюсом. Поэтому если мы сыграем в ничью 0-0, либо забьем сейчас им на выезде, будет вообще замечательно. Ну а сегодня на этом наш выпуск подходит к концу. Ребят, набираем 12 лайков. В следующем выпуске будет целых три матча. Это матч против Роттера домашний. Выездная игра против Ростова. И финал группового этапа Лиги Чемпионов. Так. Нам опять здесь приходят предложения. Вот эти вот интересные. Если внизу они. Кравцова хотят взять в Херенвен. Давайте повторные. Перегофоры. Ну и где-то вот так. 700 тысяч за него попросим. Все. Дальше у нас там никого нет. Ну еще кого-то нам скауты нашли. Нападающего. Какого? Идриси. Вот это интересно. Да. Вариант из АЗ. Мараканец. Все. Вроде. Прочитаем еще главного тренера. Да. Ну все это мы с вами посмотрели. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Которые мы сходим по выходным. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это же до новых встреч. Друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok